Не думаю, что когда-нибудь расстраивался из-за тебя. Да, потому что я тебе тоже не интересен. Не будь таким. Что ты имеешь в виду? Мне очень интересно. Серьезно, и когда мне день рождения? 23 октября. Я шучу, 25. Неправильно, он 23. Он 25 числа. Привет, Айен. Соленые рулетики с маслом. Я ем себе подобных. Что за соленые рулетики с маслом? Они вкусные? Это булочки с солью сверху. Они вкусные. Они соленые. Но они вкусные. Да. Сделай немного для меня. Твое здоровье. Что? Приготовь их для меня. Сходи, купи немного выпечки, я посыплю ее солью. Я посыплю ее розовой гималайской солью. Тебе такое нравится? Я тоже ей пользуюсь. Это из-за того, что вы, ребята, просто пользуетесь моей солью. У меня нет слов. Я имею в виду, ей просто легче что-то посыпать. Ли-но-и-а-ен. Что это вообще за дуэт? Ну, это что-то новенькое. Они живут в одном общежитии, но я не знаю, о чем они говорят. У них обоих большие глаза. Как бам-бам-бам. Верно, бам-бам-бам. У них такие черты просто бам-бам-бам. Они оба похожи на трехмерные скульптуры. С будто отлитыми чертами лица. С четко очерченными. Два глаза, две ноздри, один рот. Разве это не у всех должно быть? Не говори так. У них совершенно разный характер. Нет, они похожи в том, что они придерживаются стандартного образа жизни. Или в том, что они рано встают. Это как... Мы оба выглядим по-настоящему. Мы оба выглядим очень расслабленными. Но на самом деле усердно работаем. Я не расслабленный. Да, раньше у нас были похожие привычки, но теперь уже нет. Раньше это было что-то вроде я рано ложусь спать, встаю, тренируюсь, затем иду работать. А прямо сейчас это безумие. Я поздно ложусь, рано встаю, тренируюсь, а потом иду работать. Затем я снова поздно ложусь спать. Я бы не смог так. Ты отказался от идеи умереть своей смертью? Нет, я собираюсь мирно уйти во сне. Я не могу от этого отказаться. Если честно, я тоже так хочу. Нам уйти вместе? Если ты увидишь меня в своих снах, говорящего идти за мной, пообещай, пообещай. Я сделаю, но... Давай уйдем вместе. Я могу проскочить перед тобой. Как там она называется? Стикс? Ты должен пересечь реку, чтобы попасть в подземный мир, да? Нет, я пойду перед тобой, да? Я проложу тебе путь. Добро пожаловать, Хён. Никто не знает, кто пойдет первым. Они жесткие. Они оба довольно жесткие. Они упрямые и четко выражают свои мысли. У них обоих есть такие черты. Они не любят всякие милые штучки, да, не любят. Когда мы только дебютировали, я не хотел выглядеть мило, поэтому странно кривлялся и все такое, чтобы выглядеть взрослее. Мне нравится притворяться взрослым, я не хочу меняться. Оглядываясь назад, я понимаю, что это довольно по-детски. Ты знаешь, как я сейчас себя ощущаю? Будь милашкой, пока можешь. Давай выглядеть мило. Я не хочу тут говорить о возрасте, но тот факт, что мне 22 и я до сих пор считаюсь милым, мне кажется, это благословение. Я продолжаю становиться старше и старше, но мое мировоззрение и ментальный возраст не изменились. Ты понимаешь, о чем я? Это хорошо. Я молод душой. Ты молод душой. Сейчас мы с папой друзья. Такое возможно. Мой папа тоже молод. У моего папа психологический возраст тоже ниже. Это очень круто. Каждый раз, когда ты говоришь перед большой аудиторией, твои уши краснеют. И это довольно мило. Когда у тебя красные уши, ты такой... Что мне делать? Ты такой милый, когда делаешь это. Тот момент на Гаю Де Джон был легендарным. Это было довольно мило. Чан Сонг Ю сказал ррррр. И ты такой, а, я испугался. Я тогда очень нервничал. Потому что позади нас стояли наши старшие и младшие коллеги. Перед этим начался обратный отчет, и я должен был что-нибудь сказать в честь года Тигра. Рядом со мной были Чан Сон Ю, Юна, Чун Хо. Да, старшие коллеги. И я был пойман в середине, говоря, о нет, о нет. Я думаю, мое лицо тоже бы покраснело. Я был бы смущен. Как ты смог говорить перед этими всеми людьми? Они оба храбрые. Храбрые, но в то же время имеющие слабости. Ага. Это так точно. Когда все восемь участников стройкидс вместе, мы такие шутники? Верно, верно. В комнате ожидания так шумно, когда мы вместе. Но когда мы разделены, мы все довольно тихие. Все стесняются. Даже Чан Бин. Чан относительно быстро сближается с людьми. Он определенно хён. Да, да. Это обязанность старшего? У Лино есть такая штука, потому что Айен Макне. Лино присматривает за Айеном, но делает вид, что это не так. Да, я никогда не видел, чтобы Лино доставал Айена. Я тоже. И никогда не видел, чтобы Айен доставал Лино. Они так хорошо друг друга знают, что не ссорятся. Они знают, как избежать этого точно. Они не действуют друг другу на нервы. Думаю, это так. Когда Лино на грани, Айен уходит. Верно, верно, верно. В то время, как я достаю его. Так значит, ты Макне, но ты на него не особо похож. Потому что у тебя есть какая-то решительность. Если у нас дэнс-практика, ты используешь перерыв, чтобы отработать части, в которых не уверен. Но для меня перерывы существуют для того, чтобы отдохнуть. Да, нам нужно отдыхать. Подобная страсть к практике во время перерывов похвальна, но я собираюсь отдохнуть. Это правильно. Это то, что ты должен делать, а не то, что я. Да, ты ошибаешься. Недавно у меня появился пресс. А потом он снова пропал. Да, пресс он такой. В одно мгновение у тебя есть пресс, а потом его уже нет. У меня правда нет пресса, но люди продолжают твердить, что он есть. Это потребовало от меня так много усилий. Почему в конце года мне так хочется есть? Это желание управляет твоим разумом. Давай, сегодня последний день года. А потом это последний день, когда у тебя есть пресс. Я всегда решаю потренироваться, а потом сразу же ищу еду. Я всегда хорошо справляюсь в конце года. Да, да я завершающий год Лено. Потом наступает январь, и Лено возвращается в строй. Но я тоже такой. Я набираю вес с января по июнь. А потом приходит время его скидывать. Когда ты понемногу набираешь вес, то сначала даже не осознаешь этого. Прямо сейчас у меня два глаза, но позже они превращаются в один, и внезапно у меня появляются два носа. Для меня это как замкнутый круг. Я смотрю на фото до и такой, вау, я тогда отлично выглядел. И я фотографируюсь и думаю, я немного поправился. Мне нужно похудеть, я сажусь на диету. Потом люди вокруг говорят, ты так сильно похудел, ты такой красивый. Я такой, правда, и снова начинаю есть, потому что отлично себя чувствую. Тебе не нужно худеть. Ты всегда пропускаешь ужин и все такое из-за своей диеты. Но тогда у тебя были впалые щеки. Ты был таким худым. Я сильно похудел во время Thunderers. Тебе это было не нужно, поэтому я пытался остановить тебя. Когда кто-то на грани, Айен или Лино просто спокойно к ним подходят. О, да, Айен кладет свою руку им на плечо. Это все, что он делает. Лино, он немного больше... Обычно он не заговаривает с тобой первым, но когда ты на взводе, он старается завести разговор и заставить тебя чувствовать себя лучше. Мне нравится, как ты это сформулировал. Айен и Лино обычно не особо эмоциональны. Но, конечно, с исключением Чана и Йонбока, наши участники просто не настолько экспрессивны. Разве мы не такие же? Я думаю, это зависит от ситуации, зависит от дня и настроения. Правда, но просто в общих чертах. Я думаю, все как-то слабо проявляют эмоции по отношению к людям, которые им дороги. Вы двое хорошо показываете свою привязанность, а остальные, включая меня, более сдержаны. Мы не выражаем своих чувств. Вот почему мне нравится Токи Трум. Шоу пробуждает эту экспрессию, поэтому это может быть немного неловко, но недавно я подумал о том, что выражение своих чувств очень важно. И эта серия пробуждает это в вас. Поскольку эти двое тоже довольно сдержаны, мне так любопытно посмотреть, о чем они будут говорить. Ты был в Пусане? Да, для нашего фонсайна. Твой первый раз был во время нашего фонсайна? Нет? Подожди, думаю, да. Я всегда хотел съездить в Пусан. Многие мои друзья туда ездят. И еще у меня есть друг из Чханвона, который, как я слышал, находится неподалеку. Поэтому я давно хотел посетить Кен Сан До. Я был там однажды во время фонсайна, в Кванале, и мы ели губаб. Это все, что тебе нужно сделать. Если бы поверх были сашими, то было бы идеально. Я и сашими ел. Когда? А, точно, мы ели. Твои родители купили нам немного. Ты все сделал. Я сделал все, что нужно было сделать в Пусане. Ты сделал все, что там нужно было сделать. Гимпо. Думаю, я был в Гимпо только во время наших съемок. Для съемок Дистрикт Най. Это было совсем недалеко от дома моей бабушки. Верно, это было в Гимпо. Я правда не хочу думать о том времени. Но Гимпо неплох, потому что он большой, и люди называют это равнинами Гимпо. Там есть куча больших кафе. Так что это идеально для свиданий. Нам стоит съездить туда вместе. Я приглашаю тебя прямо сейчас. Приглашаешь? Ты бросаешь Хана? Ты бросаешь Хана? Почему ты трясешься? Хана! В Гимпо весело, ты должен как-нибудь съездить. Я слышал, там много еды. Есть курочка, пицца, чокпаль. Здорово, правда? Отлично. Расскажи мне побольше о Пусане. Ну, я же из Пусана, да? Я говорю, что хочу сходить посмотреть Хэунде. Но я тоже не особо часто там бываю. Это просто еще один пляж. Да, в любом случае, я могу видеть океан из своего дома. Его видно, тогда, конечно, тебе не нужно ходить. Ты должен приехать ко мне домой. Это похоже на Поньо. Да, точно. Как Дом Поньо. Я должен взять тебя к себе домой. Если ты выглянешь в окно, пока ешь сашими, то сможешь увидеть огни на мосту. Они вдвоем проводят лайвы Ариран на Ави Лайф, верно? Да. Они вместе проводили лайвы, что мне показалось таким неожиданным. О чем эти двое будут вместе разговаривать? Разве Ариран не было провалом? О, да? Потому что все закрылось спустя два эпизода. Программы просто... Они в одно мгновение существуют, а затем исчезают. Мы можем все вернуть. Да, шоу Туки Трум тоже вернулось спустя два года. Да, вот так. То же самое с Ариран. Не знаешь, когда оно вернется? Но все возможно. Если бы мы вдвоем начали какую-то серию, чем бы ты хотел заняться? Рыбалка. О, значит, хобби друг друга. Они могут попробовать хобби друг друга. Скажем, Айен ходит по магазинам. Лено это ненавидит. Я хочу заставить их пошопиться вместе. Он не любит ходить по магазинам? Не совсем, он не особо это любит. Он слишком ленив. И мы заставим Айена сидеть смирно и ловить рыбу. Пока он что-нибудь не поймает. Я хочу посмотреть на его страдания. Работа по дереву. Станок начинает гудеть, а ты случайно отрезаешь палец. Почему мне кажется, что такое может произойти? Вот почему я таким не занимаюсь. В школьное время я должен был сделать шкафчик на уроках домоводства. Мне нравится мастерить подобные поделки. Знаешь, почему я не занимаюсь работой по дереву? Я много раз резался ножами для резьбы по дереву. Лено и Айен думали записать кавер для Stray Kids Record. Поскольку с точки зрения пения им нравятся баллады и всякое такое. Мы много чем собирались заняться, но ничего не сделали. Еще мы собирались записать Stray Kids Record. Да, собирались. Сделать кавер. Да, кавер. Но если мы решим снова этим заняться, какие песни или жанры ты бы хотел попробовать? Что-то, что мы смогли бы исполнить вместе. Вместо кавера я хочу написать песню. Написание песни тоже звучит здорово. У меня в голове уже десятки идей. Я просто не могу превратить их в текст. Все так и есть. У меня тоже так много идей. Вокруг витает множество идей. Гнев, грусть, привязанность, дружба, любовь, печаль. Все они. Все эти темы. Но я не могу превратить их в текст. Честно говоря, мне более комфортно писать лирику, чем заниматься топ-лайнингом. Занимаясь этим, я понял, что лучшая лирика выходит тогда, когда ты не слишком много над ней размышляешь. Мне не так уж сложно писать лирику. Но топ-лайнинг – это очень-очень сложно. Это вызывает у меня трудности. Я хорош на писании топ-лайнов. Я могу много сделать. Для меня это нормально. Но когда я пишу тексты, по итогу они звучат слишком по-детски или банально. Поэтому мне нужно писать лирику тогда, когда я не соображаю. Вот почему тогда. Я думаю, ты прав. Недавно я писал лирику, пока ждал начала нашего расписания в машине после того, как не спал всю ночь. А, я знаю, я знаю, какой лирики ты говоришь. Оно вышло действительно хорошее. Очень хорошее. Когда я увидел ее, то подумал, вау, ты так хорошо пишешь лирику. Я думаю, что люди медитируют по одной и той же причине. Ты должен очистить свой разум. И когда тебе приходит в голову подобные идеи, ты должен быстро их записать. Ты должен развивать эти идеи и постоянно их записывать. Да, мы звучим как настоящие артисты. Это безумие. Как давно мы знаем друг друга? Мы встретились, когда мне было 20, значит, 5 лет. Когда мне было 17, у меня мурашки. Для нас прошло 5 лет, но, допустим, прошло 10. Значит, тебе было бы 32. И я не буду говорить, сколько бы мне было. 35. Тогда чем бы мы занимались? Что бы мы делали? Скажи что-нибудь 35-летнему Лино. Я надеюсь, даже тогда суставы нашего Лино будут достаточно здоровы, чтобы танцевать. Так же хорошо, как и сейчас. Я надеюсь, ты всегда будешь таким же. Я тоже надеюсь, что мой сустав останется таким же. Хорошо, Айен, тебе 32. Ты все еще молод. Когда я общаюсь с людьми, которым за 30, они все еще довольно молоды. Они говорят, что в душе им 20. Поэтому, даже если нам за 30, в глубине души, думаю, нам все еще будет 22 и 25, как и 10 лет назад. Я надеюсь, мы умрем мирной и естественной смертью с закрытыми глазами. Давай проживем долгую жизнь. Ну, правда. Сможем ли мы все еще так же танцевать через 10 лет? Ох, извини. Извини. Через 10 лет мы не смогли бы танцевать так же, как и сейчас. Ну, возможно, мы смогли бы сделать это 10 лет спустя, но не тогда, когда нам будет по 50. Но разве мы все равно не будем ставить выступления, соответствующие нашему возрасту? Мы обещали стей встретиться на нашем концерте в инвалидных креслах. Давай закругляться. Нам нужно сделать селфи. Перевод предоставлен группой Nightmare. Озвучила Айка. Спасибо за просмотр.